Теракт в Карачаево-Черкесии в селе Учки-Кен на востоке региона в полдень прогремел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, смертник пытался прорваться к сотрудникам правоохранительных органов, после чего подорвал себя. Сегодня около 12 часов дня в селе Учки-Кен Карачаево-Черкесской республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв. В результате легкие ранения получили 6 сотрудников правоохранительных органов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданских лиц нет. Сейчас на месте работает полиция. Издание МЭШ рассказывает, что на местное управление ФСБ было целых две атаки. Первая случилась в 7 утра. В результате подрыва взрывного устройства никто не пострадал. После этого смертник напал на собравшихся сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным их сообщает источник Интерфакса. Мужчина, устроивший взрыв, разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья. Во время самоподрыва смертник выкрикнул Аллах Акбар. О том, что это за село Учкикен, мы поговорили с журналистом Муратом Тимировым. Проехать десяток километров начинаются окраины Кисловодска. Это в принципе один регион, просто разделенный административной границей Ставропольского края и Карачао-Черкесии. Достаточно сказать, что там похоронен сын Шамиля на кладбище. Того самого Шамиля, который возглавлял сопротивление борцев к Кавказу. Никакой угрозы никогда он не представлял, и раньше он не представлял. Это были обвинения голословные или просто поводом для того, чтобы преследовать местных мусульман. Взрывов там не было никогда. Там были обвинения в ваххабизме и прочем. Это накануне Второй Чеченской войны. Потом там были преследования мусульман серьезные достаточно. И много молодых людей были убиты или отправлены в колонии. На месте сейчас работают сотрудники ФСБ и полиции. О сообщниках и целях смертника пока никакой официальной информации нет.